Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 27 августа, воскресенье, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из Первого Послания апостола Павла Коринфянам, пятнадцатая глава, стихи с первого по одиннадцатый. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. «Но благодатью Божию есим то, что есим, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. И так я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня читаем, рассматриваем и толкуем первое послание Коринфянам. В котором апостол Павел говорит о двух вещах. О принятии общины Коринфа. Евангелие о воскресшем, о умершем на кресте и воскресшем Господе нашим Иисусе Христе, а также о явлении Господа Иисуса Христа своим ученикам и людям по воскресении, и о проповеди апостола Павла, об отношении апостола Павла к своему призванию и своему избранничеству. Итак, здесь апостол Павел пишет, что «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». И первое, что здесь стоит отметить, это то, что коринфяне приняли Евангелие. Евангелие невозможно выдумать, Евангелие невозможно придумать, его можно только услышать, его можно только принять. Соответственно, нужно проповедовать Евангелие, чтобы была возможность его принять, и Евангелие именно было принято общиной коринфа, принятой на веру. Это суть церкви, принятие именно Евангелия, проповеди Благой Вести. Не просто Евангелие, как свода библейских книг, потому что само Евангелие, как событие, это больше, чем Священное Писание. Это больше всех книг Священного Писания, это больше всей Библии. Это то, на что указывает нам Библия. Но Библия, как знак, это лишь указание на событие, которое лежит вне Библии. Оно лежит вне всяческих человеческих возможностей и воззрений. Это то, отправная точка человеческой истории, истории человеческого спасения. И, конечно же, Евангелие возможно только принять. Евангелие с большой буквы. Евангелие о воскресшем Господе, которым и спасаетесь. И важно, что апостол Павел пишет еще в первом стихе, что коринфяне утвердились в этой вере. И главное, чтобы человек, когда получил весть о Христе, после первого впечатления должно идти первое разочарование. И важно, чтобы человек устоял в этом разочаровании, он должен утвердиться. Для этого, конечно же, ему нужна помощь общины, помощь церкви прежде всего, помощь благодати Божией, потому что сам человек не может достичь, он не может придумать Евангелие, он не может сам утвердиться. Только через Бога это происходит. И, конечно же, коринфяне утвердились в этом. «Которым и спасаетесь», пишет апостол Павел. И действительно, слово «спасаетесь» стоит в настоящем времени. Процесс спасения — это всегда процесс, идущий параллельно с нашей духовной жизнью. И в православном богословии мы говорим о том, что процесс спасения — это процесс синергии, это соработничество Бога и человека. В объективном смысле наше спасение уже произошло. Господь искупил нас своей смертью на кресте, но в субъективном плане спасение для каждого из нас еще не завершилось. Если мы встали, если мы поверили в Господа Иисуса Христа, в Его крестную смерть, в Его трехдневное погребение и воскресение, мы встали на этот путь. И для нас спасение происходит в настоящий момент. Но оно еще не завершилось. Оно еще не случилось. В субъективном плане оно еще нас ожидает. И от нас зависит, пребывать ли в церкви, где возможно единственное спасение, или же отвернуться от церкви. И тогда спасение от нас будет отстоять ровно в той степени, насколько мы отстоим от Евангелия, от церкви. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». И это основная весть, это основная Евангелие, заключенная в этих третьем и четвертом стихе, что Христос — это тот Мессия, тот Машиах по-еврейски, этот тот Христос, если говорить по-гречески, это тот Спаситель, Сатир, которого обещала нам еще в Ветхом Завете, еще Еве было сказано это в Протоевангелии, в книге Бытия, о том, что явится Спаситель, и семя жены будет уничтожить в голову змия, который будет жалить его в питу. Это Протоевангелие, и этой вестью, вестий о Мессии проникнуто все Священное Писание, Ветхого Завета прежде всего, конечно же. И эта церковная весть о спасении заключается как раз таки в этих двух стихах. «Христос тот, кто должен был прийти по Писанию, и по Писанию Он должен был умереть за наши грехи, и по Писанию Он должен быть воскреснуть, и Он так и сделал. Он умер за нас, и Он воскрес». И это все подтверждается Священным Писанием, как и пишет апостол Павел. Далее он говорит о том, как Христос по Своем воскресении являлся и апостолу Иакову, и апостолу Петру, и многим другим людям. И после этого апостол Павел пишет о том, что он ниже всех апостолов, потому что он гнал церковь. У него нет никаких розовых очков относительно того, что он апостол. Он понимает, что он гонитель, и в этом смысле он ниже всех апостолов. «Но благодать Божия, как пишет сам апостол Павел, не была во мне тщетна, она не была пуста. Она преисполнила апостола Павла, она переполнила его сердце и душу и позволила ему совершить те подвиги во имя Евангелия, которые он совершил, в данный момент здесь вот он пишет об этом, и еще совершит в дальнейшем для Церкви и для Христа». Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Это самое главное, что должна быть проповедь о воскрешенном Спасителе, о Христе, и эта проповедь должна иметь своим результатом отклик, а именно веру людей. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали отрывок из первого послания к Оринфинам. Будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда мы читаем Священное Писание, Господь с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч!